Ты мне когда год назад сказал Едем на Тибет Крючевое было слово даже не Тибет, а будет сложно Это одна из самых опасных дорог мира Не знаю, что нас ждет дальше Обал дороги буквально час назад Наш маршрут кольцевой начинается в городе Лех В столице королевства Ладак на высоте 3600 метров Мы проедем по Тибетскому Нагорю и Гималая Порядка 2000 километров Пересечем высокогорные перевалы Два раза проедем через Гималайский хребет По долинам Гималая А также наш маршрут будет проходить По самой высокогорной дороге в мире Надеюсь, путешествие будет интересным, увлекательным и вдохновляющим Сегодня в этот великолепный день, великолепный праздник День мотоциклиста Мы начинаем наш маршрут по Индии, по Тибету Невероятное приключение Четыре пятитысячника с этой невероятнейшей командой Это будет то приключение, которое мы заполним навсегда Начинаем напитываться по максимуму Этими невероятными эмоциями В сумасшедшем энергетическом месте Погнали! Я думаю, что вот эта экспедиция, которая на самом деле непростая Она оставит такой серьезный отпечаток на всю жизнь И будет приятная послевкусие, которая сохранится надолго Расслабляться будет некогда Правый поворот, если показывает встречная машина Это значит, что он просит подвинуться По зеркалам, как правило, они не смотрят Поэтому он едет, смотрит вперед Когда мы догоняем этот транспорт Мы должны посигналить, убедиться, что он понял Панорамы, пейзажи тут потрясающие Ну и атмосфера, она тоже такая утонченная Которая что-то меняет в осмыслении, в осознании Ну а потом, как следствие, и в жизни Да, чтобы понимали, очень часто люди едут сами Типа считают, что все легко и просто Можно арендовать мотик, поехать Арендовали у меня друзья мотик С нами в тур, не захотели поехать, там 5 человек И любая там техническая какая-то поломка У них там вылетел болт, знаешь, с заднего амортизатора Подвеска сложилась там и так далее Ехать не могут, все, проблема Понимаете, вот где-то в горах стрелять Здесь земли лам Здесь земли буддизма Главная мантра в буддизме Которая является мантрой милосердия и сострадания Она звучит как Вот здесь, на этих флажках Как раз и написана эта мантра Это главная мантра буддистов Мы ее символично привязываем на руль Во время нашего путешествия Чтобы она способствовала удаче Благополучию, ощущениям, вдохновению И гармонии С миром, окружающим нас И с миром, пребывающим у нас внутри Ом мани педмигум Так звучит эта мантра Только что проехались по маршруту И первые впечатления такие, что Разные горы, разные формы, разные цвета И ты едешь, и у тебя картинка постоянно меняется Прямо такое ощущение, как будто Ты смотришь заставку с макбука И вот это настолько круто, что произошло просто все ожидания Первый день в Гималаях 210 километров мы проехали от города Лех До сегодняшней точки Меня лично удивило то, что за каждым поворотом Нас встречали типа Невероятно, безумные, эпичные просто виды Вот такие вот просторы с пиками На которых лежит снег Столько разных рельефов и гор Я вообще в жизни не видел У нас еще 8 дней впереди Я, если честно, не знаю, что нас ждет дальше Потому что за сегодняшний день Мне показалось, что я увидел уже все Типа столько красоты Мне кажется, что можно словить дофаминовый передоз Знаете, когда ты бываешь в Гималаях, в Тибете Субтитры создавал DimaTorzok Офигеть, а так вот в середине июня Радоваться снегу, как ребенок Это точно надо запомнить на всю жизнь Я не видел снег уже один год Я вырос в Сибири И долгое время зимовал на Бали И когда я увидел это Это просто какой-то отвал башки Ты смотришь по сторонам И ты просто не веришься Ты как будто находишься в чьем-то рился Это невероятно Впервые в жизни я на локации Где реально вот просто 360 делаешь круг Куда бы ты ни посмотрел Здесь что-то нереальное Я не знаю Даже не передать эмоции Это не эмоции от путешествия Это эмоции не от медитации Я не знаю Это как будто бы ты где-то находишься близко с Богом И ты вот в его владениях И ты где-то здесь с ним разговариваешь Я не знаю Вообще это сложно описать Это пи***ц Это пи***ц Честно Слушай, ты меня просишь комментировать это Я даже не знаю, как это комментировать Это превосходно То, что сегодня мы видели Это очень круто То, что я видел на фотографиях В течение жизни Сейчас я вижу это своими глазами Это не описать словами Это нереальная красота Дорога непростая Очень высокий трафик Гравийка И одного из участников Лопнуло сцепление Прямо на ходу Мы ждем сейчас машину Сопровождение, чтобы его поменять В момент я обгонял машину У меня лопается сцепление Я не могу ни надавить, ни на тормоза Ни переключить скорость Это была экстремальная ситуация Я не понимаю, что происходит Короче, первая половина маршрута Это разъехать Вторая половина маршрута Это зафиг И все едут, мечтают о душике Кровати, вай-фае А в итоге Мы едем в отель на воде На лодке И это было для нас для всех сюрпризом Загружают наш багаж в лодке Куда ехать, непонятно Все хорошо, не спешите Расслабились, но не до конца Слышал там индуски орут Давай, давай, едь, давай, едь Давай отсюда На русском не ехать Таня на терпение Он нас проверял Насколько мы терпеливые А мы так зафигаем Что все начали Путешествуйте, мечтайте, любите Я же сказал, все хорошо Вот доверьтесь, все хорошо Здесь жил царь Соломон И говорят, что где-то до середины прошлого века Здесь сохранялся его трон Здесь возникли сложности Его убрали То есть где-то он есть И очевидцы говорят, что Трон настолько высокий Что тот, кто пользовался им Был очень высокого роста Трон server А все внутри Играли Вот это Вы часто делаете вещи, где нужно приложить усилия, но потом вы получаете невероятное счастье и результат. Я за трушные путешествия. Это когда ты встаешь в 4.30 утра и едешь встречать рассвет в какое-то прекрасное место, в каком-то прекрасном озере. Потому что, знаете, спать до 10 утра, как пляжный турист, это не для нас. Мы любим наслаждаться этой жизнью, мы любим брать вот такие вот моменты, которые потом в итоге и будут запоминаться вам в конце тура. Шинагар – столица, летняя столица Кашмира. Потрясающее место с огромным озером, с плавучими домами, со своей уникальной историей, с самобытностью и необычными местными жителями. И с нетипичной для Индии природой, флорой и фауной. Один из членов нашей команды упал, мы остановились, чтобы немного залатать раны, все в порядке, там плевая ситуация. И так как мы находимся с границей с Пакистаном, тут очень много военных. И вот мы остановились, военные остановились тоже, и было немного стрёмно, потому что они с автоматами, с пулеметами, в масках, такие, знаете, контент страйк тебе приехал. Такое сегодня напряженное утро, бля, попадение, военных, куча, да, это вот сейчас спецоператор есть. Продолжение следует... Ну что еще может быть красивее? Каждый день ты задаешься этим вопросом, но каждый день ты попадаешь в какой-то новый мир, в какую-то новую страну, где нереальные виды, и все так меняется. Это просто невозможно взять и передать слова. Это путешествие для меня не только про красивые виды мотоцикла, это про людей. Те трудности, которые мы вместе преодолевали, то счастье, которое мы вместе испытали. Мне кажется, что в таких путешествиях ты можешь найти и обрести настоящих друзей. Все-таки эндуро-тур, эндуро от слова endurance, что с английского переводится как выносливость, это правда была выносливость. Те дороги, камни, по которым мы ехали, реки, это все было действительно сложно. Но та красота, которая потом перед нами открывалась, многократно окупала все наши трудозатраты. Субтитры создавал DimaTorzok Обвал дороги буквально час назад. Мы заезжались в кафе и непонятно, успели бы мы проскочить, не успели бы проскочить, если бы мы двигались быстрее или двигались бы без обеда там и так далее. Вот что значит идти, вот что значит природа, вот что значит путешествие. Сейчас будем в экспресс-режиме думать, что делать. Здесь в принципе есть объезд, но это объезд в форматах арт эндуро. Пять минут назад мы своими глазами видели маленький обвал, продолжали это все обвалить. Самое опасное в том, что козырек очень большой и выглядит он суперстремно, суперненадежно. Это одна из самых опасных дорог мира. Странствующий монах, и он голосует. Я останавливаюсь, сажу его подвезти там километров 15-20. И вот это вот, что я остановился. Мы с ним выезжаем из-за поворота километров через 20, и просто сходит гора метров, наверное, 100 в длину, то есть просто в реку, дороги нет, все вот, перед нами и вот это. Если бы я не остановился его подобрать, меня бы туда унесли. Вот такая история, да, была. Дорога смерти нас не приняла, когда выклосы в лихи были. Дорога смерти нас не приняла, когда выклосы в лихи были. Дорога смерти нас не приняла, когда выклосы в лихи были. Дорога смерти нас не приняла, когда выклосы в лихи были. Дорога смерти нас не приняла, когда выклосы в лихи были. И все подкидывают нам опять бонусы. Сумасшедшие скорости река. У нас водопад прямо по нашему пути. Я никогда не проезжал такой водопад, честно признаюсь. Но нас всех мотивирует Дэн, который уже на том берегу вместе с Вадимом. Так что это возможно, возможно. Очень страшно, честно. И сейчас Дэн, наш инструктор, наш боевой батя, он показал, как нужно делать, и еле проехал. Легче не стало, честно. Опять размыло дорогу, опять водопад. Это пространство в Пайтове. У меня пропала фара, потому что на первом водопаде ее залило водой. Еду по коньерам ночью без фары. Только подсвет полный, вижу вот эти обрывы, скалы, горная. Вот эта река бешеная. Река реально бешеная. Мне нравится, слайм. О май го, что это? Кофе. Это приключение, я называю приключение, ребята. Время в движении 8 часов без остановки мы ехали. Максимальная высота, на которую мы поднялись, 4398 метров. Сказать, что мы за***баны, за***баны. Сказать, что мы счастливы, мы счастливы, что-то не верим. Сказать. Ура. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не совершить каких-то неправильных действий Поэтому желайте нам удачи Потому что мы забираемся на высоту почти Эльбруса На мотоцикле Диас Тибете, ты становишься ближе к Богу Если бы Бог меня услышал Я бы ему сказал Спасибо огромное за мотоциклы Именно мотоциклы привели нас сюда Именно мотоциклы Дали нам возможность Увидеть эти невероятные горы Получить эту невероятную энергетику В компании тех людей Кто должен быть здесь Именно горы зовут тех Кто стремится к саморазвитию Кто стремится к самопознанию Кто хочет вернуться к своим истинным ценностям Именно те здесь Кто любит жить Кто любит проживать каждый момент И каждый момент он особенно ценен Когда мы преодолеваем снегопад Преодолеваем грот Преодолеваем холод И когда ты возвращаешься к своему быту Ты понимаешь, что все-таки для тебя значит жизнь Она состоит именно из тех приоритетных вещей Которые и зовут тебя вновь в горы Зовут тебя вновь на волны, к океан Зовут тебя сесть за байк, одеть шлем И отправиться в закат Наслаждаться именно теми ценностями Которые у тебя здесь, внутри Мне кажется, для парней Такие приключения очень полезны Потому что здесь ты проявляешься Здесь ты видишь мир Здесь ты становишься более опытным Наверное, становишься более мужественным Здесь выделяется тестостерон И когда ты возвращаешься в обычную жизнь Ты начинаешь делать дела Немного более увереннее С детства я всегда хотел побывать в горах Появилась возможность попасть в Тибет Я долго не думал Сразу сказал, что да, я еду И когда я попал сюда, я просто офигел Я увидел такие горы, которых я, наверное, больше никогда в жизни не увижу Такой красоты Если только второй раз сюда не поеду Спасибо парню, что показали мне Тибет, Дену И у нас очень дружная команда И дай бог, что мы все вернемся домой Браво, браво, круто Говорят, в Тибете ты ближе к Богу Если бы Бог тебя услышал, что бы ты ему сказал? Я бы ему сказал спасибо Спасибо за эту прекрасную жизнь За эту прекрасную планету За те чувства, которые ты можешь чувствовать Ведь они наполняют твою жизнь каким-то смыслом И ради этого мы отправляемся в путешествие Чтобы увидеть что-то невероятно красивое Что-то переосмыслить И отправиться дальше в свою рутину В свою какую-то бытовую жизнь Перезагрузиться Спасибо тебе, Бог, за то, что ты создал все это Я, знаешь, больше всего поймал себя на мысли Ты мне когда год назад сказал о том, что Едем на Тибет И ключевое было слово, даже не Тибет А ключевое слово, которое ты мне сказал Будет сложный мототур И вот это меня в первую очередь зацепило Потом уже Тибет Я когда услышал, у меня опыта вообще не было С мотоциклами, вообще никак Я говорю, Ден, я хочу поехать Ты говоришь, пускай там пару занятий Ты сделай Я сделал пару занятий Потом ты говоришь, Стас, ну слушай, ну не вариант Потому что не сможешь это сделать Я такой, как ты, блин, ты что, сдурел, что ли? По-любому я поеду Нас ожидает завершающий пятитысячный перевал Называется Кардунгла Который считается самым высоким перевалом Открытым для всеобщего пользования в мире И как интересный знак, который встретился по дороге На котором было написано Если хочешь покорить вершины, измени свое отношение Я думаю, что те вершины, которые мы преодолели Помогли нам изменить свое отношение К миру, к окружающим у нас И к самим себе Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Сегодня на высоте 5460 метров На самом высоком горном перевале в мире Соединилось 10 сердец наших участников Которые в дальнейшем по жизни пойдут бок о бок Я невероятно благодарен нашей команде Я невероятно благодарен за эту историю Вся наша жизнь – это череда неопределенностей Очень часто мы в чем-то сомневаемся Здесь, когда мы находились на дороге Когда мы ехали на мотоциклах по 8 часов в день Мы медитировали И очень сложно описать эти эмоции Это не приключение, это не путешествие Здесь, на высоте, в горах Было ощущение, что ты очень близко к Богу Это первое место в жизни, которое настолько вдохновляет И я очень рад, что мы все вместе Все 10 человек разделили эти мощные эмоции друг с другом Я бы хотел прожить ту жизнь, чтобы к завершению ее Ответить себе на три главных вопроса Жил ли я мудро? Любил ли я по-настоящему? И помогал я людям? Я бы хотел под завершение своей жизни ответить три да Точно тебе скажу, что это первое путешествие И первая моя локация, где я реально прослезился Прямо реально Я не знаю, что со мной произошло, но я реально просто приехал У меня слезы как уедут Братик собрал нас, а очередное приключение Показал нам А представляете, сколько всего еще впереди Мир такой реально большой, такой красивый Планета просто невероятная Да, это ты круто сказал Как будто мы только в начале пути И завершая одно приключение Мы понимаем, что это начало чего-то большего И впереди еще Вся жизнь, наши приключения Круто, что мы это осознали Круто, что мы этим живем Однажды при спуске в Тибете с большой-большой горы Я еще раз понял, что время вообще никого не ждет И вся наша жизнь состоит из моментов здесь и сейчас И потом эти моменты превращаются в воспоминания И эти воспоминания для нас очень ценны Для меня вывод следующий То, что нам как можно больше нужно создавать воспоминаний Моментов И для этого нужно подниматься с дивана И выбираться в такие приключения Чтобы в конце нашей жизни Мы разбили копилочку с этими воспоминаниями И широко улыбнулись, кайфанули от прожитой жизни Мы были выше всех в этом туре Да, это значит Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok